okitel wp-33 pro такой большой с колоночкой все таким вот держателем под руку до удобным который кстати демонтируется влаговодозащищенный с неплохим даймэйн сити процессором но честно говоря мне немного не понравились камеры хотя здесь есть даже камера ночного видения и все это подкреплено знаете батареи на 22000 миллиамперы знаете как я это называю это пауэрбанк с функциями смартфона урага вот на канале технозон поехали слушайте откладываю увидите поближе на распаковке а в первую очередь я вам покажу алиэкспресс но перед этим попрошу подписаться и нажать на колокольчик а ссылки на проверенного продавца разместил в описании под видео в общем двести пятьдесят девять девяносто девять это в долларах и за это нам предлагают достаточно много различных плюшек и это первый смартфон первый смартфон защищенный который работает с есим то есть здесь есть поддержка есть sim вы можете одновременно использовать простую sim и есим вторая отключится вот для меня это был совсем сюрприз то есть смартфон такого уровня за такие деньги в некоторые топы не ставят у меня asus rock 7 и там это сяоми и asus rock 7 есть и там нет есим а в защищенном okitel есть нонсенс но это прикольно кстати за это конечно огромное спасибо поехали по характеристикам пройдемся и здесь у нас cpu медиатек даймэнсити 61 2 0 плюс вообще это серия процессоров там он может быть немного больше нужно 62 2 0 ну в общем базово 61 2 0 плюс 136 децибел динамик 5 ваттный вот здесь сзади он действительно громкий действительно удобно смотреть кино хотя для музыки не совсем то немного не хватает басов но громкий реально вот этот вот динамик очень очень громкий у нас батарея 22000 мы говорили есть поддержка быстрой зарядки в 33 ватта хотя конечно маловато если 60 было вообще идеально но на такой большой батареи не знаю как бы это работало память у нас ну они пишут 24 8 плюс 16 но дело в том что дело в том что у меня 12 гигабайт оперативной памяти может быть они что-то ошиблись но это именно та ссылка по которой я покупал и я дальше в обзоре покажу что здесь конкретно 12 гигабайт оперативной памяти до оперативная память 12 физической и аида показывает 12 но ладно и у нас 256 гигабайт хранилища android 13 экран 6 6 дюймов fhd плюс IPS матрица 2408 на 1080 60 герц 66 меня пикселей камера основная 20 мегапикселей ночничок и фронталочка 32 мегапикселя ну как мы видим сим тф карту алсим на на плюс на нам nfc есть google play файс айди сос gps и тому подобное gps и все поддерживают и тут самое интересное есть что у нас ухты прикольно слушайте айпи 68 и пи 69 кейм милость тд 810 gms fcc я но это они все сертификации свои привели но самое прикольное что есть милость до 10 это военный стандарт ну давайте смотреть что они пишут мтк то уже мы поняли слушайте ну прямо интересно семь дней безостановочной работы у меня максимум хватало на таких четыре дня оставалось еще 40 процентов то что я вот поставил на зарядку действительно прикольно 8d immersive stereo surround sound как они пишут ну честно вот не буду кривить душой динамик динамик не слабоват динамику не хватает басистости по батареи они заявляются что это будет 2600 часов стендбая 80 часов музыки 30 часов видео 120 часов звонков либо 20 часов гейминга и по сути вам хватит для похода там 7 дней до для похода вам хватит куда-то ее взять с собой поносить они даже вам расписание привезли что вы делать должны первый день трекинг во второй день кемпинг в третий у нас рыбалка что ли да но они правда рыбалка на кого сейлинг это морской отдых не знаю потом четвертый день погружения мотоциклы горы и outdoor party это просто уже знаете пошло а у нас есть еще немаловажный момент у нас есть реверсная реверсная быстрая зарядка что мы сейчас и проверим то есть вы берете данный смартфончик вот так вот выткнули у него вот эту штучку воткнули в нее кабелёчек реверсная быстрая зарядка и воткнули в мой смартфончик не обязательно вы втыкать должны мой смартфончик быстрая зарядка пожалуйста то есть это powerbank на колесах как я называю отлично дальше что они заявляют но медиатек мы уже поняли 2 2 гео герца поняли 400000 antutu они пишут немножко не так 380 тысяч он спокойно набирает поддержка 5g есть и тут пошло по камерам и м x 686 64 мегапикселя камеры ребята камеры откровенно говоря слабые и тут не сами модули слабые слабый софт может быть обновят но я не сильно верю что у кита что-то обновить слабоваты камеры я приложил все оригиналы видео и фото в описании под видео по ссылке можете сами оценить оригиналы мы все делаем и плохие они хорошие мы все оригиналы прикладываем мушки по типу но мне камеры не понравились говорю сразу нет никакой стабилизации на видео но это такое ночная съемочка есть мы делали фотки и макро тоже я честно скажу 2 мегапикселя макро камера какой-то псевдо получилось насчет милость т.д. 810 очень хорошо мы вы видите как сейчас лена его мучила на его купола немножко в снежке потом она его помыла под водой и выдержит от минус 45 градусов по цельсию до плюс 75 выдерживает падение на высоты 1 и 2 метра погружения там на 30 минут на полтора метра это стандартные фишки мило стаде 810 вместе с айпи 68 и 69 к неплох смартфон в плане быстродействия в плане экрана и отклика сенсора да мне очень сильно понравилось громкий звук но есть свои моменты и мы о них вам должны были сказать переходим тестируем и делаем выводы ну что посмотрим на данный смартфончик во первых очень интересное решение которое можно открутить который можно открутить у нас ведь это макетельчик колоночка хотя колоночка они пишут 8d digital sound ну не знаю насчет 8d 3 камеры есть ну знаете одна из камер ночного вида видения с инфракрасным датчиком то есть здесь у нас есть инфракрасный фонарик и есть у нас вот пожалуйста вот такая вспышка сам он по себе достаточно толстый тяжелый все-таки больше полукилограмма там 510 517 17 грамм это серьезная заявка на победу но дело в том что это по сути powerbank с функциями телефона назвать это телефоном тяжело это powerbank с функциями телефона поставляется с пленкой заводской тяжело держать в некоторых таких моментах есть программируемая кнопка на бочку на боку есть у нас лоточек для sim карты мы туда ставим карточку но прелесть этого смартфона в поддержке и sim вот это вот действительно прелесть для меня это было скажем так шоком каким-то есть у нас отпечатки пальцев регулировка громкости вот такая качелька он полностью защищен на такой кирпич андор ведь у него прорезиненные углы то есть если он падает ничего не будет очень удивительно что здесь есть второй микрофон то есть здесь здесь один микрофон сверху 2 это говорит о том что здесь есть шума дав это немаловажный аспект заглушка у нас снизу на type-c порту пожалуйста есть вот так вот и в принципе все больше тут смотреть нечего из того что у нас в комплекте пожалуйста мой смартфончик я рассматривал его комплект его достал пользуюсь всегда своими аксессуарами но комплект вам покажу комплекте у нас зарядочка само собой быстрая на это психичку для того потому что ну вы же понимаете такой смартфон зафигачить 22000 миллиампер это очень тяжело 33 ватта 33 ватта максимально вот пожалуйста 33 ватта максимально и есть у нас type-c кабелёчек кстати неплохой кабель китайцы уже давно начали ложить 20 wp 33 про не было сомнений у нас есть датчики отпечатки пальцев мы начинаем прямо с него можно добавить любые пальцы до 5 отпечатков все как обычно во всех смартфонах боковая кнопка вообще я люблю боковые кнопки давайте сейчас добавим и потестируем уж там сейчас не мои пальцы и потестируем скорость реакции сенсора есть готова давайте закрою заблокируем его и попробуем разблокировать мгновенная практически разблокировка но бывают моменты что они срабатывают сюда в принципе да смотрите то есть я нажимаю очень громкий звук кстати бросается в глаза экран достаточно плавно все но не скажу что вот прям 120 герц мне не хватает при таком размере экрана и при такой батарее можно было пилить 120 герц не боясь про расход батареи батареи вообще очень трудно оценить насколько хватает поэтому я сколько в нем не пользовался один раз дозарядил попробовал все другого мнения другого момента нет я его не могу разрядить нормально при четыре дня им пользовался у меня счетом было 40 процентов теперь смотрите у нас сразу первое когда мы заходим настройки бросается в глаза если менеджер то есть здесь есть поддержка есть и он у нас включает поддержку и sim и sim карту слот 2 будет деактивирован после рестарта смартфона это первый защищенный смартфон который у меня в руках с поддержкой есть им это очень прикольно поддерживает вай-фай 5 гигагерц с коннектом на текущий момент 430 мегабита обязательно будем проверять его качество в принципе в настройках можем пойти еще о телефоне это у нас даби даби 33 про 12 гигабайт памяти всего физической можно добавить еще 16 через memory expansion виртуальной android 13 конечно же есть nfc есть пункт управления нс и поддержка android auto короче я вам что он скажу неплохая штука в том плане что именно знаете такой как резервник я не знаю это это смартфон резервник по-другому никак не скажу из из того что мы говорим про защищенные смартфоны обладает стандартным набором инструментов если это рабочие какие-то специальности то здесь есть у нас шумомер сейчас мы говорим что то он видите высокий уровень шума ну шумлю я сильно есть у нас компас реально работающий компас также у нас есть замер высоты есть обыкновенный вот такой пузырьковый уровень есть лупа рингтон тревога отвес визуальный визуальный отвес ой верните верните мне визуальный ответ должен быть транспортир визуальный для измерения углов все абсолютно стандартно езде зеркало еще есть настенный уровень в принципе неплохой набор инструментов абсолютно стандартный но неплохо работает дальше у нас есть fm радио для которого нужны у нас наушники ну сейчас до нужны наушники поэтому тут как бы знаете сделали а нужны тайпси наушники может 35 выхода здесь нет есть достаточно яркий фонарик вот эти вот диодные дела если пойти а ваида 64 и посмотреть на то что в самой системе то мы видим что это окетелл мт-6835 платформа 12 гигабайт у зуб физической 256 хранилища центральный процессор это медиатек даймэнсити 6100 плюс но мы с вами уже обсуждали сам процесса они как-то обобщают шесть ядер cortex a55 два ядра cortex a76 в первом случае это 2к 2 гигагерца в восемьдесят шесть 2 и 2 гигагерца 6 нанометровый 64 бит очень неплох процессор и за отображение у нас отвечает малиджи 57 mc2 60 герц но батарея как мы уже говорили с вами 22000 про батарея просто обалденная сеть подключена у нас 4g видит но без агрегации не 4g доступа к температуре нет и android 13 без root прав конечно же мы с вами проводили тут мы проводили antutu в качестве antutu нас в antutu он выдал 385 тысяч баллов 903 ну 385 тысяч 930 баллов что очень неплохо для защищенных смартфонов и можно поиграть даже хотя это будет наверно тяжело давайте с вами попробуем мультитач насколько у нас касание 10 касаний мультитач это тоже неплохо работает при этом очень быстро мультитач конечно же смотрим на результаты игровой производительности здесь у нас wildlife 3330 slingshot extreme 2428 482 wildlife простой 1234 slingshot extreme 2490 в принципе поиграть действительно можно по производительности сети стартуем тест 5 гигагерц здесь мы получаем с вами стандартный для данного типа процессоров 3 140 350 мегабит что в принципе является нормальным показателем кстати по поводу яркости здесь есть авто яркость и если ее выкрутить на максимум то в принципе переслить пересвета как такового нет очень сильного но я поставил темную тему при этом яркости хватает для работы в очень хорошо освещенном помещении вы понимаете что она сейчас работает студийное освещение короче на загрузку 344 на выгрузку 355 подключаем 24 гигагерца подключено также тестируем стартуем здесь у нас результат такой себе середине очковый ближе к нижнему 3534 мегабита на загрузку но принципе 24 гигагерца у нас особо и не является таким мега проходным вайфай сигналом на там 34 на 70 мегабит кстати вот это вот уже вопрос такой интересный 34 на 70 ну 34 и 5 на 42 давайте отключим вайфай полностью и протестируем 4g так как я нахожусь в бронированном помещении ну вернее усиленные окна стальными плитами то тут как бы могут быть варианты поэтому будем тестировать через обыкновенный спид тест водофон я думаю что без без агрегации он не выдаст больше чем допустим 20 мегабит это однозначно вообще пока устанавливается спид тест могу сказать что долго вы это устройство не поддержите на весу 500 там чем-то грамм хотя ну как для этого в принципе сделали вот этот вот ремешок видите да так достаточно удобно я конечно лапа так аж но задержать его можно знаете на пояс по петли даже наверное не знаю а слушайте еще мокрый под ремешком после наших тестов его в воде снегу и здесь просто вот спид тест нашего водофона ой ну это вот 14 15 в пике надо 20 даже поднялось я ожидал такого результат тут как бы чудес не будет где-то если выйти из нашего помещения то это будет там примерно 15 20 до 30 мегабит но он пожалуйста на отдачу мы видим там 23 24 25 мегабит это нормальный показатель для нашего 4g который у нас есть без агрегации включим с вами вайфай продолжим на нем мы бы провели еще троттлинг тест но как показывают наши опыты на такого уровня смартфонов без доступа температуры они в любом случае показывают зеленый график греется или нет честно говоря как здесь определять троттлинг мы пока не можем придумать потому что в такого рода смартфонов там пропуск тактов он ни с чем не ассоциирован мы не можем понять нас ни разу не было на такого уровня смартфонов плохого троттлинг теста поэтому пока что мы его не проводим но условно мы не ощущаем никакого тепла когда его тестируем из того из мультимедиа которые здесь могут быть мы пользовались там свит тв вот пожалуйста у нас пить тв мы пробовали там смотреть какие-то каналы и тут у нас сразу звук звук просто анриэл анриэл громкий но абсолютно не басовитый то есть абсолютно ну закроем эту штуку абсолютно без баса но очень очень громко это просто жесть какая-то то есть здесь интересно слушать слушать передачи но не музыку кино посмотреть интересно короче свит тв работает можно в принципе стримить какие-то фильмы можно закачивать с учетом его памяти какие-то фильмы в различных сервисах и конечно же ютюбчик его никто не отменял одно из самых распространенных один из самых распространенных стриминговых сервисов на скажем так на просторах нашей страны вот пожалуйста тоже кирпич это зарядка 300 ватт зарядная зарядный хаб с четырьмя тайп си и одним то круто звук конечно кончный громкий вообще же есть какая-то давайте геоплейсы потягаем определим до звучок конечно неплохо неплохо хотя баба сов не хватает очень сильно не хватает басов по качеству 2к 60 фпс максимально что он декодирует надо тише делать я прям плохо отличное качество воспроизведения то есть по стримить мы запросто на этом можем хорошо с этим понятно музычка все красиво это действительно очень громко очень очень громко и очень прикольно но это не для музыки сразу говорю эту штуку я бы открутил чертовой матери очень сильно мешает дальше у нас с вами есть следующий момент это камера по камере мы фотографировали различные моменты это начну пример ночной съемки то есть у него есть конкретно ночная съемка вот она ночная съемка включается инфракрасник если выключить весь свет то будет именно только ночная съемка но не путаем не путаем это не скажем так это не тепловизор это инфракрасная ночная съемка видео у нас снимает в качестве смотрите до 2к 30 герц фото у нас снимает так подавление мерцания звук затвора размер фото максимальный 16 мегапикселей в данном случае есть у нас режим умная фото есть режим 64 мегапикселя для максимального качества потому что обычно такие камеры на максимуме снимают ну я вам скажу это какие-то псевдо 64 не скажу что это максимальная есть у нас дополнительных опциях про режим портрет гифки панорама замедлили замедленная монохром есть с эффектом баке и поиск по фото обыкновенный google объектив также у нас есть красота ну красота это знаете что это для фронталочки давайте фронталочку сейчас мы такой красивый мама родная я просто бог красоты но все это вы оцените уже в описании под видео из того что мы фотографировали тестировали снимали так это ночная съемка в наших складах тут это а это знаете что это вот улица нам не понравилось цветопередачи это видео вот где-то длина где ты лазила господи сама по себе цветопередача у камеры мне не очень нравится то есть нет насыщенности какой-то я думаю что снимать придется постоянно в про режиме вот смотрите цветопередачи камеры отстойные камеры просто отстойные сами сенсоры то есть надо он не может определиться да ну это такое дело и сама по себе цветопередача сама по себе детализация у нас есть где-то моменты пересвета ну мне не хватает вообще деталей слабые камеры это мое субъективное мнение короче ребят по камерам определяйтесь сами я не сильно большой любитель определять дешевые камеры да 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 вот какой-то режим здесь сбои красота но в красоте что на морду фото короче ребят по фоткам по фоткам вы поняли оцениваем сами а конечно же можно еще поиграть я здесь буквально пару игр каких-то запущу для того чтобы мы с вами это играть неудобно будет вот мне неудобно кирпичи держать в руках это тяжело так 60 fps танки ну на таком моменте играть в танки это совсем глупо почему потому что слушайте вообще очень очень плавно глупо я имею ввиду что он будет тянуть практически все здесь даже веншин импакт можно поиграть очень быстрый сенсор прям чувствуется отклик мгновенные наприкосновения вот для то ли просто нормальный то ли кран нормальный для защищенных смартфонов да прям вот какой-то момент ой 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 на тебе гусеницу взгляда где суда не сюда тебя буду натягивать кое-что на кое-что правда а все да ну да здесь даже тормозов нет я не буду это рассматривать мне это неинтересно давайте его закроем но мне интересно попробовать папу все-таки так пап же хочу на голая и и шмот вообще что за беспредел какой-то так смотрим на настройки графики с какими нам удалось сюда зайти высоко высокие ну короче понятно обыкновенная full hd с частотой до 60 герц то есть сказать что здесь конкретно 60 нельзя откуда попался хит от не бомжи лазит ладно сейчас высадимся посмотрим как это будет нам главное подобрать оружие пострелять пролететь через облака там будет видно фризит или нет про нагрев реально сказать нечего он даже если не нагреется вы не почувствуем ни при каком мария варианте не рамки мужа я и три бомжа кошмар вы видели какими фиолетовые волосики хотели она там бедная 2 заржала в соседнем офисе кошмар какой-то поехали слушайте ну летим через облака тормозов я не вижу то есть визуально ничего нет отлично на нету нету обычно знаете этот облака туман 300 с чем-то баллов даже в йенщин можете поиграть но какого черта мы это можем обсуждать еще приземляется из моих там кто-то вообще хотите совет хотите играть на смартфонах покупайте конкретно игровые смартфоны это если хотите там 90 100 герц потом да там совсем другое дело у меня есть asus rock 7 там конечно можно поиграть там это удобнее с такими виброкнопками которые у меня сверху ультразвуковыми вернее там это все намного удобнее здесь сейчас конечно выпендриться придется станет я не вижу тут проблем опять же нагревов никаких нет если поиграть час-два конечно с таким этим сушить с таким прикольным с такой прикольной батареей можно играть долго не слушать можно выходить куда это хорошо работает очень хорошо работает теперь еще блин так уже для спокойствия души асфальтик 9 потому что действительно тяжелая пушечка так ну что смотрим симпатично слушайте я не знаю если мне кирпич андр конечно можно было бы даже поиграть вот вырез камеры так поехали бунда догонять ну давай ловись рыбка большая маленькая цик давайте еще разочек оба на тройной дагу ударчик а ну поехали а зря это сделал это было зря а это было зря давайте приближаемся вот вот она уже круче меня могут быть только яйца все давайте сюда поедем ух давайте 2x берем есть догоняем и такая ах хотел и не успел давайте прыжочек сделаем служить ну я готов уже вообще-то проходите резюмировать сейчас мы душу прыгаем куда-нибудь симпатично работая да очень симпатичный ну они нету ни тормозов ничего я первый что ли ерунда и первый ну как с ух давайте на там плинчик оба красиво короче круче нас могут быть только яйца оба на первое место все выходим и резюмируем качестве выводов скажу за свои деньги нормальный смартфон но с нюансами о которых я вам всех проговорил еще в самом начале вы должны понимать что если он поднимает еще чуть-чуть вообще можно брать вот вообще можно брать но вы должны понимать что пятьсот десять грамм 517 даже достаточно емкий и если вы не не являетесь профессией которые нужны эти смартфоны то поверьте я бы не советовал вам такой брать а в остальном всем смартфон неплохо с вами был бабл на канате на зон пока